Женщины бывают разные. Есть среди них и те, кто злоупотребляет горькой, есть и те, кто лишены родительских прав, есть и отсидевшие и множество безработных. 8 марта праздник даже для таких нерадивых матерей и не самых утонченных женщин. Посчитали в службе судебных приставов и отправились в рейд. К сотрудникам ведомства присоединилась депутат областной думы Ирина Сидорина. У поздравительной акции гости в дома Ивановых пришли не с пустыми руками. Еще и познавательная цель – оценить, в каких социальных условиях живут должницы, понять, почему они не устраиваются на работу и не возвращают детей. Екатерина лишена родительских прав уже 10 лет. Ее дочь живет в интернате и с мамой в основном созванивается. Екатерина не работает, ее долги копятся, по алиментам она должна уже 1 миллион рублей. Считает, что найти официальный заработок фактически невозможно. Медкомиссию надо проходить, если куда-то трудоустраивается. А на таких-то предприятиях никто не хочет. Ну, как это трудоустраивать? Обязанность на себя такую брать? Ну, государство, ну вот, медкомиссия, проблема. Такие женщины часто ждут помощи от государства и сами достаточных мер для возвращения ребенка и ликвидации долгов по алиментам не предпринимают. Но сегодня им не читают морали и не учат жизни. Стараются хоть как-то помочь. Даже сегодня мы всем женщинам, отвечая на их вопросы, поняли, что иногда они не знают своих прав, не знают возможностей. Мы проконсультировали каждую женщину, что ей можно сделать, где есть помощь, зачастую бесплатная, куда ей нужно обратиться. И с целью найти работу, и с целью пройти медицинское обследование. То есть сегодня мы еще и показали этим женщинам, как они могут действовать уже сегодня же, для того, чтобы самим улучшить свою судьбу. Сын Людмилы уже три года живет в интернате в Шуе. Его мама, между тем, периодически отбывает наказание. Из-за алимента, из-за статьи потяжелее. Последняя была кража. На работу женщину брать не хотят. А если устраивают, то ненадолго. В городе устроилась, обманули меня. Ну, ни трудовой, ничего не взяли. Месяц работала. Вон гражданский муж знает. А вебина желание работать? Желание есть у меня. Я хочу ребенку забрать. Я не могу без него жить. Но, скорее всего, это пустые слова. Людмила Капустина даже не знает, какие документы нужны, чтобы забрать ребенка. И с утра от нее уже ощутимо потягивает крепким алкоголем. Тенденции, отмечают судебные приставы, в городе наметилась негативная. И с года в год количество материалей меньшец увеличивается. Трудоустраиваться они и хотят. И платят за одного ребенка четверть от средней российской зарплаты. Которая, к слову, больше 30 тысяч рублей. Получается, что задолженность ежемесячно катастрофически растет, если женщина не предпринимает мер для трудоустройства. При трудоустройстве предоставляется справка о заработной плате. Заработная плата, естественно, может быть минимальной. Естественно, расчет идет от минимальной. И сумма расчета задолженности автоматически уменьшается, если женщина работает. Соответственно, отсюда идет математический вывод. Бросать пить или начать вести добропорядочный образ жизни приставы заставить не могут. Но обращаются к материнскому инстинкту женщин. Велят подумать о будущем своих детей. Не портить их биографию ошибками матерей, их долгами и тюремными сроками. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.